МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Позаботиться о ветеранах комсомола и воспитают молодежь. Мы просто хотим своих ребят, ветеранов, здесь обозначить и начать с ними вести работу. В Ульяновске появилась общественная организация по защите прав ветеранов ЛКСМ. В центре внимания пешеходные переходы. Поэтому мы обязательно будем требовать, чтобы и эти пешеходные переходы были обновлены, для того, чтобы была обеспечена безопасность для наших детей. Все ли готово? Узнаем через пару минут. Регион на 94% готов к новому отопительному сезону. Эти цифры говорят об опережении графика, который был определен изначально. В корпорации развития коммунального комплекса региона учлений дочеты изучили слабые места предыдущего отопительного сезона и в новый вошли подготовленными. Практически все устранили, все порывы, приготовили все наши источники к пуску в отопительный сезон 19-20 года. То есть мы гарантируем вхождение отопительного сезона при полной готовности, то есть и источников, и сетей. Только в одной Ишеевке уже заменили километр сетей. Учитывая их изношность, было принято решение не чинить старые, а прокладывать новые трубы. Промыты и проведены гидравлические испытания во всех социальных учреждениях, образовательных учреждениях. Одним словом, в социальных наших всех объектах. Заменено где-то уже больше километра труб и работа до сей поры продолжается. Это уже окончание. Также в рабочем поселке была установлена новая котельная, которая в абсолютно автоматическом режиме будет обеспечивать строящуюся школу отоплением и горячей водой. Эта котельная одна из многих уже появившихся в регионе. В этом году мы огромный такой организмозный проект. Это установка двух блочных водных котельных в Ново-Ульяновске. Общей мощностью 50 мегаватт, которая позволит нам закрыть нерентабельную изношенную котельную Цензаводскую. То есть и уже поставить отопление, горячую воду как готовый продукт уже совсем с другими характеристиками. То есть это будет гораздо надежнее, экономичнее. Ну и самое главное, я уверен, будет приятнее для жителей. Всего на подготовку к отопительному сезону, по информации корпорации развития коммунального комплекса, в этом году будет потрачено около 300 миллионов рублей. Ульяновская область по-прежнему интересна инвесторам. Но работу в этом направлении надо менять. Об этом заявил губернатор Сергей Морозов в ходе специального совещания, посвященного работе инвестиционного блока. Глава региона отметил, что важны не красивые цифры на бумаге, а реальные точки роста, которые положительно повлияют на всю экономику региона. План по ускорению темпов роста инвестиций, в основной капитал, повышение их доли в валовом внутреннем продукте нам неинтересен. Я прошу ощущения за такой резкость, 25-процентный показатель. Мы достаточно давно уже его с вами достигли. Нам важно, чтобы мы не стояли на месте. Одна из главных целей – реформирование работы проектных институтов, которые занимаются анализом той или иной сферы жизнедеятельности региона. Будь то инновационное развитие, работа тех или иных отраслей, планирование. Всего подобных структур насчитывается чуть меньше 20. Сегодня они все работают автономно. А потому, по мнению экспертов, недостаточно эффективно. В настоящее время работа каждого института в развитии ведется самостоятельно. И иногда эта работа имеет разнонаправленный характер. Это мы видим и часто подвергаемся абсолютно объективной критике. Без единой выстроенной модели взаимодействия. Но и в конечном счете зачастую мы либо друг друга дублируем, либо институты не перехватывают смежные, очень близкие задачи. Предложено объединить все институты развития под крылом корпорации развития Ульяновской области. Уже в ходе заседания эксперты начали обсуждать принципы работы будущей структуры. Кроме того, руководитель корпорации развития Сергей Васин озвучил программу реформирования инфестиционного климата региона. Она включает в себя и отсылки на федеральные опыты, и строгий контроль за работы инвесторов, и независимую экспертизу их деятельности. При этом проекты еще будут дорабатывать. В Казани проводят чемпионат мира по профессиональному мастерству, а в Ульяновске обсуждают, как применить WorldSkills не только к учащимся и молодым специалистам. И не только обсуждают, но и уже работают в этом направлении. В регионе уже сейчас разработаны программы, по которым свое профессиональное мастерство могут повысить, например, и люди предпенсионного возраста. Как было отмечено, ставить крест на опытных специалистах, которые имеют огромный опыт, нельзя. Нужно лишь добавить современные знания к тому опыту, что уже есть. Квалифицированных кадров у нас очень-очень сильно не хватает. Как у нас порой получается, да, люди у нас есть, а кадров нет. Поэтому мы должны из каждого нашего жителя, по возможности земляка, сделать высококлассного специалиста, которого бы с руками и ногами отрывали на рынке труда. В расположенном неподалеку от здания региональной администрации техниками питания и торговли проводят обучение поваров как раз в рамках WorldSkills для так называемых предпенсионеров. Все или почти все участники обучения, а здесь их сейчас около десятка, имеют значительный опыт работы и солидный багаж знаний. Однако, по словам самих поваров, новый опыт никогда не помешает. То, что я узнаю сейчас именно на этих курсах, это в принципе вообще прорыв. Потому что все-таки кулинария далеко шагнула. Сейчас новые технологии приготовления, сейчас они искомолекулярные и вакуумные. Вакуумных упаковках готовим и в принципе уже и маринады другие. Мы знаем много специй, о которых раньше мы вообще в принципе не слышали. В Ульяновске намерены активно развивать практики WorldSkills для специалистов разного возраста. Кроме того, в регионе намерены расширить список профессий, попадающих под программу. Так, на федеральном уровне их количество превысило 100. Также в ходе совещания обсудили работу по переобучению на популярные профессии, организованную региональным агентством по развитию человеческого потенциала. В Сенгелевском районе продолжается летняя страда. На угодьях сельско-промышленного комплекса имени Гая в разгаре уборка овса. Далее механизаторы хозяйства планируют перейти к жатве ячменя и пшеницы. О ходе полевой компании Эдуард Стомин. В СПК имени Гая уже не работает от зари. Причина – ранняя роса. Она подсыхает ближе к 10 утра. И тогда на поле выходят комбайны. Механизаторы трудятся до 8 вечера, им не до отдыха. Ведь погода благоволит. Ну вот, скончу шуборщину. Тогда же зима моя, вся моя зима. Михаил Бутров в день намолачивает до 16 бункеров. А это больше 30 тонн. Он вместе с напарниками трудится на отечественных комбайнах. В хозяйстве говорят, что так рациональнее. При урожайности 12 центнеров с гектара. Проблемы такие, что много зерна. Цена небольшая. Мало зерна, вроде цена более-менее. Все комбайны оборудованы проблесковыми маячками. Если он заработал, это значит бункер полный. И тогда подъезжает крузовик. Он заберет зерно у механизатора. Овес в хозяйстве уберут до конца дня. На очереди ячмень на 700 гектарах. И столько же почти яровой пшеницы. Механизаторы работают с огоньком. Их дневной заработок в страду до 3000 рублей. Жаловаться грех. Эдуард Истомин, Герман Баранов. Вести Ульяновск из Сенгелеевского района. В преддверии нового учебного года сотрудники администрации и депутаты городской думы проводят осмотры школьных маршрутов. В центре особого внимания пешеходные переходы. По словам сотрудников управления дорожного хозяйства, последние к началу нового учебного сезона практически полностью готовы. На сегодняшний момент у нас не выполнены только три адреса. В связи с ремонтными работами дорожного полотна. Это у нас получается улица Спаская, перекресток с Дворцовой. Это улица Пушкинская и улица Семирязева. Как только там будут выполнены работы, закончены работы с асфальтобетонным покрытием, так сразу же мы обновим там разметку в белом-желтом варианте, как положено. А вот переход у кольца Гейдара-Алиева, по которому проходят ученики 78-й и 82-й школы, есть, но уже практически стер. Здесь вблизи три крупных школы и не обязательно дети ходят в ту школу, которая ближе всего к их дому. Поэтому мы обязательно будем требовать, чтобы и эти пешеходные переходы были обновлены, для того, чтобы была обеспечена безопасность для наших детей. С другой проблемой сталкиваются жители на улице Шолмовой и Крунковой. Здесь часто, хоть и дорога не очень загружена, но машины не снижают скорость при виде даже знаков и разметки пешеходного перехода. Они не останавливаются. За три года, что мы здесь жили, ни разу нас не пропустили. Иду ли я одна с коляской, либо группа людей стоит, либо у меня еще подруга вот ходит, водит девочку тоже. Вдвоем мы стоим вчетвером, неважно, никто никогда не тормозит. Поэтому мы сейчас обращаемся в администрацию города Ульяновск, управление дорожного хозяйства, чтобы все-таки установили зону искусственной неровности. Так называемые лежачие полицейские. Кроме этого, напоминаем, что перенесен пешеходный переход к зданию младших классов первой гимназии. Теперь он на противоположной стороне от ДК – губернаторский. Накануне в регионе прошел съезд лидеров. Речь идет о членах предпринимательского сообщества «Опора России». Более 70 ульяновских бизнесменов совместно с федеральными экспертами обсудили реализацию национальных проектов на территории региона. О том, насколько успешна деятельность региональных предпринимателей, расскажет Екатерина Лазарева. Именно от бизнес-сообщества зависит экономическое развитие страны и регионов в частности. В Ульяновской области сейчас активно реализуются национальные проекты, «Малое и среднее предпринимательство» и «Экспорт». И региональные бизнесмены становятся их неотъемлемым механизмом. Мы с вами сегодня оказались в новой реальности, реальность связанная с реализацией национальных проектов, которые, как вы знаете, направлены на достижение тех стратегических целей, которые, в общем-то, близки нам каждому. Мы хотим сделать свою страну могучей и экономичей, прежде всего, конечно. С этого года формальным куратором национальных проектов в регионах стала организация «Опора России». Ее члены предоставляют наставников для менее опытных коллег, только решивших открыть свое дело. А для тех, кто уже стал частью бизнес-сообщества, «Опора России» становится консультантом. Я думаю, что оценку того, как у нас реализовывается нацпроект, наверное, можно судить по инвестиционному климату Российской Федерации, инвестиционному климату регионов, где наш регион входит в топ-10. Каждый год в регионе проходит съезд лидеров «Опоры России». Это более 70 человек. Не просто предприниматели, а общественники. Их бизнес можно назвать социально ответственным, поясняет Николай Солодовников. На съезде подводятся итоги и обозначаются дальнейшие цели. В этом году к обсуждению присоединился и федеральный эксперт. Очень важно иметь обратную связь. Поэтому мы очень много ездим по региону. Ульяновская область не исключение. Сергей Иванович Морозов – член «Опоры России». И здесь, конечно, в этой связи тоже посмотрели, как опробируются те идеи губернатора по внедрению в предпринимательское сообщество, как предприниматели на это реагируют и что из этого получается. Многие ульяновские бизнес-наработки перенимаются и в других регионах. Например, проект «Тайный инвестор». Реализуется в области уже не первый год. Название говорит само за себя. Проект помогает оценить качество работы ведомств со стороны обычного гражданина. Также удачные федеральные эксперты считают и идею благодарить бизнесмена за регистрацию своего дела. Теперь каждый предприниматель вместе с документами получает благодарственное письмо с подписью губернатора. Это один из способов показать, что человек стал частью большого сообщества. Большая заинтересованность, есть наработки, есть команда, которая хочет это сделать. То есть не просто формальные какие-то слова, это как раз те ребята, которые стремятся изменить и увеличить долю предпринимательского сообщества, долю занятых в малом бизнесе. И, соответственно, взять климат ровно таким, чтобы он позволял развиваться постоянно бизнесом. Екатерина Лазарева, Герман Баранов, Вести, Ульяновск. Ульяновская таможня отмечает очередной юбилей. 30 лет назад служба в городе только зародилась. А сейчас за плечами сотрудников солидный опыт и каждодневный труд на благо Родины. Сегодня местные таможенники принимают поздравления. Это люди, которые работают совсем недавно. И те, кто стоял у истоков местного управления. Виктор Башков рассматривает экспонаты местного музея. Первый начальник Ульяновской таможни листает фотоальбомы, вспоминает людей, с которыми поднимал работу управления. В архиве непридуманные истории, хроника прошедших дней и вещи. Немые свидетели первых дней службы. Я когда приехал сюда, вот не поверите, у меня на столе счеты были. С костяшками, да. Вот первый телефон, первый кнопочек, первый компьютер, первая машинка. Эту машинку я привез в столяте. Кроме первой машинки, на полках музея бережно оберегается и первое дело. Рекомендации хранить много лет. Добросовестно выполняется и сейчас. На пожелтевших страницах положения, которые со временем менялись, как и состав службы. В первые годы работы здесь трудились всего 20 человек. Я с ними везде выезжал, я с ними везде работал, с ними буквально в одном кабинете. И вот учились по ходу. Сегодня служба солидно разрослась. Вместо первых 20, больше 200 сотрудников. На их плечах таможенный контроль и проверка всех важных крузов, проходящих через портовую зону региона. Содействие развития внешней торговли, мы помогаем повышать инвестиционный потенциал области, развивать промышленные предприятия. В конечном итоге создает налогооблагаемую базу, рабочие места и зарплату жителям Ульяновской области. За пятилетний период работы, прошедшей Ульяновской таможни, в бюджет перечислено более 15 миллиардов рублей. Это вклад каждого должностного лица Ульяновской таможни. Сегодня они ненадолго покинули свой пост. Долгожданный праздник в кругу друзей случается редко, а того и ценится вдвойне. Вне стен таможни они проведут лишь пару часов. Принять поздравления и вновь на службу пресекать экономические преступления и наполнять федеральную казну. Павел Игнатьев, Дамир Губеев. Вести. Ульяновск. Ветераны комсомола своих не бросают. В Ульяновске официально зарегистрирована общественная организация по содействию защите прав ветеранов в ЛКСМ. И уже состоялось первое собрание ее участников. Среди ключевых задач, как говорят инициаторы создания, защита гражданских, социально-экономических, трудовых и личных прав и свобод ветеранов в ЛКСМ. Когда 100-летие комсомола было, у нас было такое мероприятие, как посещение ветеранов. При посещении мы поняли, насколько они на сегодняшний день действительно обездолены, брошены. Некоторые даже не могут в магазин сходить. Мы просто хотим своих ребят, ветеранов, здесь обозначить и начать с ними вести работу. Также одним из определяющих направлений будет работа с молодежью. Передача опыта, воспитание, патриотического духа и любви к родине. Люди, занимающие активную жизненную позицию. И они сегодня желают во многом помогать городу, помогать региону. Именно теми знаниями, особенно работая с молодежью, для того, чтобы передать свой опыт именно молодежи. Вот здесь, когда идешь в это здание, там комсомольцы, краснодонцы, я вот спрашиваю молодого человека, ему 23 года, кто это, я не знаю. Даже в школьной программе, я так понял, ее сейчас нет. Но их надо знать, это герои, это те, кто отдали в свои 17-15, они же совсем молодые, в свои жизни, за то, чтобы мы, как говорится, освободились от фашизма. В организацию вступили уже почти 100 человек. Все неравнодушные, ветераны в ЛКСМ, готовые к активной деятельности, могут обращаться по телефону 42-57-97. И на этом у нас все новости к этому часу. Я благодарю вас за внимание, а прямо сейчас информация о погоде. Добрый вечер. В студии Ирина Шмыгова и сейчас несколько слов о погоде. По данным областного гидрометеоцентра, температура воздуха ночью по области от 9 до 14 градусов тепла. В Ульяновске плюс 10, плюс 12. Ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северный слабый до умеренного. В ближайшие сутки атмосферное давление ночью будет расти, днем падать. Завтра днем по области от 21 до 26 градусов выше нуля. В Ульяновске плюс 22, плюс 24. На этом о погоде все. Всего вам доброго.